И Феодосия спрашивает в России, а вот эту статью можно применить? А Россия такая, ну да, а мы ее не применяем. То есть Крым начал правовое поле толковать по-своему. То есть он настолько... Вот это вот желание воссоединения у Крыма, и он так позитивно, юридическим... Да, слушаю. Юридическим аспектам, правовому полю. Нет. Что они толкуют все иначе. На улицу выше, говори. И иначе толкование, оно может... Давай, рули сюда, быстро. Дать эффект того, что... 20, давай, ждем. На набережной, мы на набережной будем. Крым перепрыгнет в Россию. Да, там где река. По метрам мосту проезжаешь в правый ряд на Хамомнический вал и ныряешь на Фрунинскую набережную. Фрунинскую набережную, Хамомнический вал. Да, до стеклянного моста мы будем на этом промежутке, да. Ну, мы будем идти в сторону... В сторону стеклянного моста. Все, спасибо, давай. Так, Олег Пасаргин, пожалуйста, давай камеру. Пулемет? Да, дай мой пулемет. Это не то, что пулемет, это меч джедая. Уже из правительства звонят и требуют ролики убрать. Да, да. Ну, правительство Москвы, правда, пока. Слушай, ну... Ну, вскрылась, Олежа, вскрылась, вот потребовалась. Столько лет, вот все зашибись. И вот ты приехал такой, люди гибнут, люди гибнут за металл. Ну, а на выходе люди инертные. Общество инертное, конечно. О, и Путин такой говорит, друзья, ну, что вы от меня хотите-то? Вот Рыбникову послушали, вот показывали, что есть опреснение воды. Где ваши требования? А люди... В Крыму купи-продать. 2000 год. Здесь купил, там продал. Слушай, я понял, это понимаешь... Хотя меняется ситуация в лучшую сторону. Сегодня... Вот, прибавь, а то, знаешь, в черных тонах нам Владимир скажет, Ну, что ж вы так все сразу черной краской мажете? Нет, позитивно все, на самом деле. Я же говорю. Я же говорю, то есть, Крым может задать такой новый толчок, дать такую... Неверная, опять неверная трактовка. Ну, почему? Смотри, вот размазываешься, размазываешь. Ну, мое видение. Ну... Ты же там жил, я же тебе не лез, не говорил, там, Олег делает так, правильно? Мы сейчас увиделись и можем, ну, как бы, обмениваться. Ну, так или не так? Ого! Птица-дятел. Птица-дятел? Разве, скворец. Ух ты. На наш с тобой разговор, даже птицы прилетают. Ну, не боится. В коне. Видите, борода у кого-то вызывает один, чувство, а к нам даже птицы прилетают, дорогие друзья. Ну, так слушай, Олег. Ты должен говорить, что уважаемые чиновники, уважаемый мэр, губернатор, ну, главный Владимир Владимирович оставим, он как главнокомандующий, а все остальные, это, конечно, это, присмыкающиеся. Задача их наполнить бюджет и способствовать инвестиционной привлекательности и наполнению бюджета. Просто никто не умеет с чиновниками в такой категории разговаривать, мало кто понимает о бюджетной дисциплине и бюджетном наполнении. А те тексты, которые я несу, и почему говорю, разрешите мне, делегируйте мне полномочия пообщаться с первым лицом, а у всех эго. Рылом не вышел Ярослав, типа. А речь идет о бюджетном наполнении. Чем будем наполнять бюджет Крыма? Создается товарная масса. Товарная масса, она находится в балансе с деньгами. Да вы совсем неадекваты. Кто? Товарная масса. Вы заигрались, вы заигрались. Товарная масса, еще что-то. Вы эти, ну, некомпетентные люди. Вы слова произносите, вроде бы правильные. Есть товарооборот, есть товарная масса. Все это есть. Но это не способно вывести из кризиса. Как это не способно? Ну, потому что мы и так отстающие. И мы не можем догнать, догоняя. Нет, конечно. Нужно что-то новое. О, нужно опережающее развитие. Совершенно верно. А опережающее развитие – это технологии, обладающие явными конкурентными преимуществами. Но они существуют. Одно из них – реализованный, зарегистрированный, сертифицированный купеев. Если про летающую тарелку я с вами разговариваю в области дурака, такого придурка, типа нет у меня сертификата на летающую тарелку, то на прорывные технологии в области здравоохранения это есть. Это здоровье нации. И первое лицо должно изучить эту тему, пройти лично. Так все у него есть, во-первых, в облицах. Не понял. Наша безграмотность, наша российская безграмотность. И вот твое непонимание сейчас, о чем мы говорим, что все у него есть. У него есть. Но у него другая миссия – лично пройти в прямом эфире. И через это во всем мире узнают о новом кластере, который находится в Крыму. И поток тысяч и сотен тысяч людей в подобного рода оздоровительные кластеры. Купеев – это не инновация, Ярослав. Купеев – это научные разработки Советского Союза. Купеев – это минус 30 лет. Странно. В современности. Опять твоя отсталость. Доказываю. Доказываю. Потому что, слава богу, Владимир Георгиевич жив. И находясь сейчас во Владикавказе, у него в плане поездок встреча с несколькими институтами. И работы продолжаются, и не останавливались ни на один день. Так никто не спорит, это позитивно. Да мы их не внедряем. Ты услышишь, что мы забалтываем темы. Мы пытаемся говорить, ну как бы, есть продукт, его надо двигать. А мы начинаем болтать. Вот о чем речь. Болтать? Конечно. Конечно. Что нужно занимать жесткую позицию. У всех проблема финансов. Все околачиваются в Москве, околачиваются в правительстве и в министерстве финансов, чтобы увеличили бюджет, датировали те или иные статьи. Вместо того, чтобы услышать слова президента и самостоятельно. Я сейчас ничего не понял. Ты не понял? Нет. Это та сторона, которая как раз находится за кадром подавляющих большинства людей. Регионы дотационные, из центра. Деньги приходят из центра. Центр сам дотационный, из регионов. Еще раз, несколько регионов. Регионы создают товарную массу, которая является эквивалентом денег. Понимаешь? Вот этих вот. А деньги, это разменная монета для... Слушай, ты опять придрала. Ты ушел в мелочи. Я тебе говорю в целом, за счет чего... Есть регионные доноры, есть рецепиенты. Москаль, это чиновник. Понимаешь? Чиновник. Слушай, есть доноры, есть рецепиенты. Донор, рецепиент. Рецепиент, это воспринимающий. Так, молодец. Так. А донор? Донор, который дает. Молодец. В составе Российской Федерации более 60 регионов. Доноров, ну там 10. Все регионы являются донорами. Ошибочно ваше мнение? Все регионы... Как это ошибочно? Ну так вот. Все регионы производят. Конечно, производят. Да. Но только им может требоваться больше, чем они производят. Увы, на выполнение социальной политики государства это огромная машина еще исполнения социальных обязательств. Пенсии, больницы, дороги там и так далее. Пусть это в отвратительном качестве. В каком-то. Большей части. Это у нас тут хорошие дороги. А в регионах люди очень сильно жалуются на состояние дорог. Добрый вечер. Меня зовут Вячеслав. Можно вас отвечать буквально на несколько минут? Мы забираем подписи в поддержку кандидата в Государственную Думу Марию Гайдару. Знаете, я такую не знаю. Марию Гайдар? Да. Это вот выучка. Почему я должен подписываться? Не, не, подожди. Он не знает, короче. Я не буду подписывать. Я не знаю. Может быть, вы желаете? Я знаю, кто такая Мария Гайдар. Она представляет демократическое западное влияние. И я категорически не подписал бы. Все понятно. Спасибо большое. А вам удача набрать голоса, потому что честный победит. Да. Главное, на уважение, на вперед. Все, спасибо, счастливо. Ну, как будто так, дорогие друзья, надо действовать. Мария Гайдар. Где она говорит про прорывные технологии? Да. Нету про прорывные технологии? Мария Гайдар. А сколько детских домов? Ну, ты соврал, что ты не знаешь. Я не знаю. Не знаешь? Я правда не знаю. А, ты ее лично не знаешь. Ну, именно такое знаешь? Гайдар знаю. А про Марию не знаешь? А Мария не слышал. На НТВ, что ли? Говорит, давай создадим позитивные события с инновациями. Нет, не хочет человек. Да, слышу. Пойдем? И мы как-то идем. Мы ждем. Хорошо. Луна, луна, смотри на небе, молодая луна. Что, если мы днем видим луну, значит, в Америке и нет? Вот я тоже так думаю. Ну, как это? Там же ночь, ты без луны? Да. У нас тоже так бывает. Когда мы спим, они это, перебуксируют ее. А они с нами в трестики-нолики играют. Может, их две? Может, даже больше. Что-то какая-то щадня, блядь, такая. Ой, сломалась. У меня планшетик сломался. Я у меня, видишь, камера с камерой. Смешаю. О-о-о, да, камера приказывает долго жить, смотри-ка. О-о-о. Ну, понятно. Печалька, печалька. Постучать надо ее. Может, остановится. Печалька. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы берем в руки оружие, стреляем, выясняем, власть ругаем, студию не создаем, лабораторию не создаем, делимся, кучкуемся, продолжаем враждовать Субтитры делал DimaTorzok 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 Как влияние личности на историю Когда мы стоим, вот капитан, вот в трюме, на палубах огромное количество людей, а куда пойдет корабль, один управляет Слушай, вот в твоих роликах я очень часто слышу такую фразу от тебя У нас все есть, действительно у нас все есть, все технологии есть, но мы не можем договориться Да С кем? Друг с другом, с акционерами Мы стали жить в капиталистической стране А мыслить продолжаете вы, дорогие сограждане, как будто в социализме Почему вы-то? Ну, ты, почему указываешь на кого-то? Ты указываешь на кого-то? Ты лишь... Я с тобой разговариваю, с тобой, как с представителем социума Ты сейчас, ну, представляешь один из элементов социума, со своим психотипом В социуме есть другие психотипы, но ты представитель одного из, как бы... И ты говоришь, нельзя мыслить асоциально, как? Мы не можем подумать интересами единой корпорации, единого мира Вы не можете подумать Мы-то так думаем И так каждый думает, что он так думает А по факту не так В Крыму требуется опреснительная вода Я не вижу мирных демонстраций Не требуется, конечно, хорошо Там есть компания, которая занимается этим вопросом И от Кельчи, начиная от Кельчи, заканчивая до Судака Там стоят установки опреснения Они буквально новейшие То есть вопрос... Новая информация Юра Сафронов об этом умалчивает Это все на совести Нет, смотри, вот мы опять передергнем Ты сейчас ушел на любимый путинский формат Когда сказать... Кто сказал нет? Вот есть Есть Ну да слушай, пожалуйста, Олежий Нету Есть это тогда, когда видеоблогеры едут по Крыму Заезжают в каждое селение В каждую хату заходят И там каждая старушка, каждый ребенок говорит Да, у нас дома это есть Вот в этом случае Это действительно называется В Крыму и в стране все есть Пока этого нету Это показуха Мы же говорим об устройствах промышленного формата А не бытовых В промышленном масштабе Я не знаю Вот поступление от гражданина Сафрона Вот он в Кельчи живет Ну, говорит, ну, нет воды Канал, который должен поставлять питьевой воды Сухой Вот кадры, камеру включают, показывают Воды нету Ну, канал... Да, я видел эту штуку Канал сухой Ну и что? Есть море Есть установки, которые работают на приснение этой воды Все работает Да ну, это вот опять начинается Нужно делать сюжеты Что начинается? По какой стоимости? Только что не сняли А? Только что не сняли Так это главная информационная война идет Олег, ты пойми, что чиновничество на этом и просирает всю ситуацию Могут сделать 99% хорошего А когда надо сделать 1% всего лишь Этого не делается И именно в этом моменте и проигрыш происходит Ты сейчас о чем? О информационной поддержке Потому что если ты говоришь, что есть вода Люди будут смотреть сюжеты И будут приходить обратная связь Мы почитаем отзывы Просто сейчас у меня нет прямого интернет-эфира Я не могу запросить Крым там и так далее Но то, что это не так, я абсолютно убежден Если где-то есть промышленная установка воды, да Но у нас в Москве-то есть проблемы А уж в регионах То есть ты хочешь сказать, что это не в полной мере? Начинается, вот опять Я как бы с Владимиром Владимировичем разговариваю Конечно, вы правы Не в полной мере это Не все так плохо А то можно подумать, что там совсем советской власти нету Нет, конечно, я не так показываю ситуацию Но я хочу сказать, что задача государства Каждому сделать хорошо Обеспечить высокой качественной жизни Ненормальной какой-то А что ты в Москве тусуешься? Поехали в Крым и сделаем это Поехали с ним Странный какой-то человек Я вот держу камеру И вечером это будет выложено И люди в Крыму смогут смотреть В смысле мне бегать, обивать пороги крымчан Когда они могут посмотреть сюжеты Я посылаюсь других обивать пороги крымчан Олежа Поехали сами все Где родился, там и пригодился Мы с тобой на Манежной площади с плакатом были? Были У Совета Федерации были? Были У Думы были? Были Я выполнил свою миссию Я в своем месте рождения осуществил эту акцию Ты мне предлагаешь шизоидный вариант Бегать по горячим точкам И пытаться там что-то сделать Я выбрал свой социологический эксперимент Встреча с первым лесом может кардинально Подкорректировать ситуацию Вот вы проверяете чиновничество? Проверяете Я оттуда вышел Я знаю, как она работает Я общаюсь с ним ежедневно Вы решили это проверить Ну, на своей шкуре В своем жизненном эксперименте И слава богу Потому что, как Крыбников говорит Не проверив, ты не поймешь А оно вот так вот И все ответы, которые приходят из властных структур Они одни, как под копирку Пытайтесь реализовать проект За счет внебюджетного финансирования А что это такое? Это только граждане А что такое граждане? Это акционеры Соответственно, у нас нету кадров Которые могут работать с акционерами Слушай, а почему ты, ну, как бы Зачем ты ставишь ставку На конечный Как сказать-то На конечный На конечный След Ты говоришь На внебюджетные источники финансирования На деньги, на средства населения Не только население, стоп Это не только деньги населения Это деньги и очень обеспеченных людей Но чтобы они вложили свой миллиард Нужно, чтобы миллион людей Вложило хотя бы по рублю Ну, понимаешь, как бы Ты говоришь о том Чтобы собрать средства Бедное, богатое, с населением С конечного потребителя денег Когда государство является производителем этих денег Почему государственный бюджет Он же производит Государство не является Вот Как это, нет? Вот безграмотность еще одна А почему ты считаешь, что безграмотность? Объясняю Потому что Государство не является Производителем денег Если в дотошном плане Что монетный двор чеканит монету В этом плане да А в плане как Производителя товарной продукции То, извините Человек является Производит товарную массу Вот Поэтому не передергивайте Массу производит Не передергивайте Вот, я говорю Не передергивайте Тогда же не деньги производит А деньги производит Государство Олежек Еще раз Смотри Ты не улавливаешь Я все время говорю Что задача не деньги выманить Не деньги выманить Я говорю, что Необходимо, чтобы мы Объединились в корпорацию Несколько миллионов человек И хотя бы по рублю Внесли Потому что таково правило Вступления В акционирование Нужно произвести некий Перечисление Должна пройти Трансакция По счету И ты по формальному признаку Становишься акционером Когда ты становишься Акционером И у вас Несколько миллионов человек Уже одно Это Позволяет Применить Методы капитализации И привлечь Дополнительное Финансирование Но это уже детали Но ни одна Финансовая Серьезная структура Не разговаривает Потому что Вы не можете Объединиться Даже по рублю Вот вы орете Что вас бомбят Евреи притесняют Все вас Лупят Еще что-то Но вы Объединиться Не можете Даже по рублю Вот и все Зачем нам Объединяться Деньгами Почему у тебя Объясняю Еще раз Объясняю Подожди Почему у тебя Мера Деньги Объясняю Деньги Это всего лишь Инструмент Инструмент Для реализации Нужно выпустить Новый модельный ряд Автомобиль Например Это металлургические Производства Это компьютеры Это резинотехнологии Технические изделия Это электроника Просто от того Что мы объединимся И возьмемся за руки Мы не создадим Потому что нужны станки Цеха Люди Ну что это как бы Ну человек строит Своими руками дом строит Конечно Только кирпичи подвозят И кирпичи Выкопали Не в лесу нашли В лесу нашли Выкопали Кирпич Сделали Взяли глину Привезли на завод Вот На своем хребту Привезли А завод откуда взялся? Построили Построили А что Все бесплатно строилось Ну представь что бесплатно Нет Не могу представить Ну вот так вот Ну потому Ну потому Ну вот так вот Ну вот джунгли Допустим в Толанде Я был У нас был ЧС Снесло всю инженерную конструкцию Мы Своими руками Построили Полностью Инженерную конструкцию Забора воды В горах Имея Камень И проволоку Без гений Вы построили Свал камней Который Размещен В определенной Как бы Последовательности И переложенная Проволока Ну это нельзя назвать Высокотехнологичной Инженерной Конструкцией Ну хорошо Я тебе говорю Что это инженерная конструкция Немноготажного дома Которая нет КПД свой Понимаешь Без денег Вот Ты забалтываешь тему Я тебе говорю Про создание Высокотехнологического Производства А ты мне несешь бред Как вы за пруду сделали Ну настолько Некорректная Беседа получается Ну просто Некорректная Некорректная Мне кажется Вот ты сейчас Оцениваешь Бред И прочее Слушай Всегда надо говорить Предъяви Покажи Вот Вы сделали За пруду За пруду Вы сделали А вы ничего Не сделали За несколько лет Ни завода Ни фабрики А мы сделали За пруду Знаешь Это так смешно звучит Належек Потому что Вот я сейчас Даже держу штатив Камера работает И я делаю Ты за пруду Сделал А я делаю Ну да Создаешь Муникальный контент Вот и разница Вот и разница Это вчера Мы были на телеканале Они там Перья распушили Мы такие Секие Ну понимаешь Ты же создаешь Муникальный контент Не ты один С участием Кого-то еще Это Синтез Это коллективно И вот это Понимание Должно Сейчас Будет Прийти Вот это То самое Когда После Дискуссий После Обсуждений Включается Разумное И понимание Что после Любых Воин Всегда Садятся За стол Переговоров Так давайте Чуть Забежим Вперед Антикризисное Управление Прочитаем Может быть Проще Не начинать Воина Может быть Можно уже Понять Каким образом Всех Друг Другу Услышать А сегодня Идет борьба За ресурсы А прорывные Технологии Позволяют Не воевать За ресурсы Ни один Политик Не говорит О прорывных Технологиях Зачем им Говорить Они заняты Ну хорошо Ты говорил О прорывных Технологиях Слушай А не проще Допустим Сейчас привезти В Славянск Тот же Генератор Не проще Соберись Вот Но Если ты Говоришь Что денег Не надо Хриптом Поезжай Вот в Таиланд Или где Ты там был Соберите Запрудыш Вы сделали Сделайте Генератор И припри Его в Славянск Я за Без возражений А не припереть В Славянск Генератор Давай Создай его сначала Вот и все И тут оказывается А что я А почему Вот Никто такого Не говорил Ну я Смотри Ты предложил Припереть Генератор Давай Что делать Надо Говори Вот ты Стал режиссером Площадки Я готов Олег Классная идея Ты начальник Исполняю все решения Что делать Куда бечь Откуда тащить Есть генератор Создай Я Этим Как раз Занимаюсь Это отдельная Тема Моего доклада Так не надо Отдельно Ты Разделяешь Ты говоришь Это отдельно Это отдельно Ты разделяешь Разделяя Власт Я тебе говорю Генератор Есть У меня Генератор Есть Но для президента А не для славянского Почему Давай в славянского поставим Странный народ Почему нет Почему странный У тебя же есть право На какое-то желание Ну да А это желание Нет А здесь разработчики говорят Вы Плебеи Не понимаете Значимость того О чем говорите Мы осмелились Создать данное устройство И показать его можем Только главнокомандующему Покажите его славянским Главнокомандующим Ну Вот проехали Как бы Вот опять Один из вариантов Нет Дальше возвращаемся Хороший сценарий Нет Дальше антитезы Ты меня спрашиваешь Есть ли у меня генератор Я говорю Есть Показать не могу Считай что нету Давай создадим Тем более что в предыдущем Абзаце Ты говорил Что нам Ты же Пять лет Больше Ты уходи от темы Олег Не уходи от темы Я не ухожу от темы Отвечай за свои слова За свои слова Десять лет ты занимаешься генератором Ты решил у тебя есть Давай привезем этот генератор в Славянск И там его продемонстрируем Он разобран Олег Все Соберем Собери Давай Собери Ты собери только У меня ученый умер Понял Вот несколько лет тому назад Был жив Когда все Вот это начинал А сейчас помер Никто больше не знает Как собрать Вот как о смерти Со смехом Да казалось бы Дорогие друзья Но это именно Действительно так Пора завершать сюжет Батарейка уже садится Камера сдохла О чем речь Что вокруг нас живут гении Включайте камеры Фиксируйте это все Человек уходит После него остаются Груды Литературы Но она Никем не разобрана Эта груда Да Олег Да Ярика есть Устройство Но мы не знаем причины По которой он Его не обнародовал Может быть он Сытный Что-то знает Чего не знаем мы Блин ничего себе А позвонились уже У нас там ищут Он нас пропустил Все это работает Да Ну все Выключаю тогда камеру Стоп Снято Дорогие друзья Вот такие вот беседы Олег Басаргин Юрий Степанович Рыбников Ну где В начале Стоим Ждем Конечно же Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому